Дворовые и общественные территории в районных областях преображаются благодаря программе формирования комфортной городской среды. В поселке Строитель благоустроили два больших микрорайона. Какими они стали, узнала Олеся Тречетова. На реализацию проекта «Комфортная городская среда» в Тамбовской области выделено без малого четверть миллиарда рублей. Две трети средств пошло на благоустройство дворов. Остальное потратили на скверы и парки. Поселок Строитель Тамбовского района получил 4,5 миллиона рублей. Еще 10% добавили местной власти. На эти деньги благоустроили две дворовые территории микрорайонов Северный и Южный. Здесь установили детские площадки, лавочки, беседки, урны, провели освещение, расширили дороги. На сегодняшний день у них более 4 метров, где-то 5, вот здесь в этом дворе 6 метров. Плюс ко всему мы сделали парковку, у них машины теперь не разбросаны по строителю там, где захотели. Естественно, все свои полисадники население убирает сами, подметают, мусор убирают. Вот проблемы снятые по мусору, у нас сейчас вообще нет проблем. После благоустройства местные жители и правда стали более ответственно подходить к своей дворовой территории. За время нашей съемки, несмотря на раннее время, несколько человек вышли убрать мусор в импровизированном саду. Особо рады тому, что во дворах появились парковки. Грязь была, каждый засыпал себе место сам, то есть, соответственно, он считал, что это место его. То есть, если кто-то на его место встанет, сразу машину подпирали, потом не выйдешь никуда и все такое. Сейчас нету ничьих мест, куда захотел, туда и встал, гораздо лучше. Помимо благоустройства дворов привели в порядок и местный сквер. В строителе он самый большой. Здесь заменили старые лавочки на новые, добавили горки для детей и установили уличные тренажеры. Они пользуются огромным спросом у местных жителей. Теперь осталось сделать лишь освещение. Четыре поставили прожекторы, потому что вечером дети здесь занимаются, бегают, а тем более вот сейчас установили вот эти тренажеры. Все работы по благоустройству выполнены качественно и в срок. Теперь местные власти надеются, что проект комфортной городской среды продолжится и в следующем году, чтобы сделать лучше и другие территории поселка. Олеся Кречетова, Олег Осипов, Наталья Демина, Область новостей.